1 мая был закрыт мост через железнодорожные пути. С тех пор фактически нет сообщения СНИП, что предпринимается по данному вопросу. Ответ в следующем сюжете. Согласно плану муниципалитета, путепровод закрывался на 3 месяца. К 1 августа с помощью железнодорожников должен был появиться новый переезд. Но дело затянулось. Чтобы открыть переезд, на это требуется время. В период чрезвычайной ситуации 2,5 часа. Они открывают уже 2 года. И не хотят открывать. Идет какая-то логерябинская не идет. Вначале нам в северную железнодорогу написало, что путепровод сам надо ремонтировать. Миллионов 70 рублей требует ремонта путепровода. Что мы в этом примем? Я тоже чуть-чуть похоже скажу. Но вначале надо открыть переезд, который раньше существовал. Вначале господин Белоха Василий Александрович Теско, мы понимаем, что вы будете в северной железнодорожной дороге с Ярославль. Написал нам ответ, что открыть не может. Для этого требуется огромные-огромные работы провести. Для этого требуется 2,5 миллиона рублей. Денег в бюджете железнодорожников нет. Бюджет муниципального района такую сумму вполне бы потянул. Но на письмо с заявлением, что финансы это не проблема, от железнодорожников пришел новый ответ. Стройте дорогу до ближайшего действующего переезда. По расчетам печорских специалистов, это в лучшем случае 6 километров через болото. Затраты будут в разы дороже нового переезда. Самим до начальства железнодорожников достучаться сложно. Решили прибегнуть к помощи главы республики Коми. Мы такое обращение подготовили. Глава республики нас поддержал, подписал обращение на имя президента РАУЖД в Москву. Это обращение ушло. Пока ответ мы не получили. Прошло уже где-то 2,5 недели. А 1 августа, между тем, не за горами. И состояние путепровода все хуже и хуже. Проседают подъезды к мосту, отслаивается бетон от опор. Требуется капитальный ремонт. По результатам обследования. Устно, письменно я не видел, грустно говорят так. В принципе, эксплуатировать можно будет. Ведь мы будем провод закрыть только до 1 августа. Да? С первой до 1 августа. Как раз хотели пройти на территории работы. Из-за этого периода открыть приезд. Вот такая железнодорога у нас оказалась упрямая. Прямая. Но, конечно, это должно быть введено ограничение. То есть, однозначно одностороннее движение, ограничение грозно-подъемности, ограничение интенсивности обязательно движения. Вот что-то четко они напишут, ну так-то и будем, конечно, следовать. На сегодня в бюджете Печорском таких денег мы не найдем. Они без помощи республики, железнодороги и военных. Эти проблемы на сегодня не решить. На сегодня, к сожалению, не лажено. Можно или нельзя ездить по путепроводу, многих печорцев не волнует. Им ездить просто необходимо. Так что кирпич на подъездах к мосту останавливает далеко не всех.